Приветствуем всех слушателей радиостанции Ватан в эфире программы энциклопедия пророческих историй. Микрофон Аллоиза Кабачева и наш постоянный эксперт Мурат Магомедович Гайдарбеков, старший преподаватель Дагестанского гуманитарного института. Мурат Магомедович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что самые внимательные из вас помнят о том, что мы говорим о пророке Мусе, мир ему. И о повторы предыдущие вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Радио Ватан, где заботливо собраны для вас все повторы наших передач. Так вот, Мурат Магомедович, мы остановились как раз-таки на моменте. Что же в итоге, чем же закончилась история пророка Мусы, мир ему, и история фараона? Да, мы говорили о бедствиях, которые обрушились на Египет. Всевышний их наказал, испытывал разными бедствиями, но фараон никак не опомнился. И тут мне вспоминается история монафика лицемера, который был, жил при пророке Салли Аллаху Али Васалям. Его звали Мирба ибн Кайзи. Он был незрячим. И про него пророк сказал, что он человек, у которого глаза слепые и сердце слепое. Примерно таким человеком был и фараон. И про таких людей обычно говорят, что горбатого могилы исправят. И однажды к фараону приходит ангел Джибриля Али Васалям в человеческом облике. Он представляется вельможей, барином, как у нас говорят. И говорит, что у него есть раб, которого он одарил всеми благами этой жизни. Но этот раб приписывает благо себе. То есть он говорит, это я, это не вы, это я все сделал. Как мне быть, что делать с этим рабом, спрашивает тот человек. То есть он пришел, жалобая на фараон. Фараон сказал тут же, его нужно утопить на дне моря. И совершенно не понимаю, кто это перед ним. И совершенно не понимаю, что это и есть собственный приговор. Потому что Джибриль Али Васалям говорил задним числом о нем самом говорил. И Джибриль сказал, вы подпишите указ подобный, что такое именно наказание, вид наказания предусмотрен такому человеку. Он сказал, давайте, хорошо. И подписывает указ. На всякий случай, письменное заверение, как у нас говорят. И после этого Египет постиг еще одно бедствие. Всевышний Аллах повелел Мусе, алей салям, его народу, чтобы они, зарезав ягнят, замазали кровью двери своих домов. Это был знак для ангелов, чтобы они в эти дома не входили. Все остальные дамы, это дома коптов, египтян. Туда входили ангелы этой ночью и умершили, умертвили всех первенцев коптов, первых детей. Это было наказание им за то, что они творились до этого. И таких первенцев погибло, у них за ночь 70 тысяч человек. Вот такое количество людей. И пока они были заняты похоронами, Мусе, алей салям, его народу было велено покинуть Египет. Исход, что называется, из египетского плена. Когда они вышли в путь, соответственно, фараон опомнился. Понял, что здесь был подвох, что это был такой отвлекающий маневр. Для него, чтобы они разбитым горем занялись похоронами и оставили народ Израиля в покое. Но, когда он опомнился, он собирает войско и двигается за ними. Говорят, что израильтян было 600 тысяч человек. Представляете, какое количество людей у них было в Египте? Огромное количество. Сегодня официально считается Махачкале населением 600 тысяч населений. Это официально только. А не официально, у нас миллионник уже, город миллионник. Так вот, такое количество людей, сравнимо с Махачкалой, условно, они двигаются в сторону Красного моря. И за ними в погоню отправляется фараон и его войско. Муса, алейсалям, там был, соответственно, во главе. И был Харун, алейсалям, его брат тоже был. Когда они достигли моря, а фараон уже подошел к ним, уже был сзади, народ начал возмущаться. Чего мы здесь вообще находимся? Лучше бы остались в Египте. Потому что перед нами море, сзади войска фараона, некуда бежать. Но Муса, алейсалям, сказал, что не беспокойтесь, Аллах с нами. Вот таким образом. И тогда ему было внушено ударить посохом по морю. Это было Красное море. И море перед ним раступилось на две огромные волны, огромные части. И ветром быстренько высушили дно. И там появились, говорят, 12 тропинок, по которым они могут пойти. Это по числу колен израилевых. 12 колен, 12 тропинок, чтобы каждый знал свою дорогу, свою путь, свою тропу. Таким образом, они перешли Красное море полностью, весь народ. И когда Фарон подошел к этому морю, увидел такое чудо, тоже не опомнился. И он, его конь, что-то предчувствовал, почувствовал. И не хотел вступать на дно в Красное море. Ну, впереди появился ангел Джибриль на коне. И за этим конем забежал и конь Фарон. Таким образом, он пошел, народ двинулся за ним, войско Фарон. И они оказались в центре Красного моря. И за ними, за войском, был ангел Микаэль. То есть, это была ловушка для них, чтобы они не могли сбежать уже обратно. Впереди ангел Джибриль, сзади Микаэля. И когда они оказались уже в центре, волны опустились. Поглотили их, эти волны. И Фарон понял, что он погибает. Тогда он начал говорить о вере. Он начал говорить, что я верую в Господа Муса, алей-иссалям. Начал в надежде, что его вера будет принята. Начал это говорить. Увидев такое явное чудо, увидев, что он находится на грани гибели. Но Джибриль, алей-иссалям, в это время подходит к нему, уже под водой. И показывает тот самый указ, который сам подписывал, что такого человека нужно утопить. Это его собственноручно подписанный приказ, да, указ. И даже говорят, что Джибриль, алей-иссалям, его вратовую полость затыкал морской глиной, чтобы его не коснулось милосердия Всевышнего. Сколько лет он, да? Своя жизнь была против Господа. И себя называл Господом, Богом на земле. Но и даже тогда Джибриль, алей-иссалям, начал сомневаться. Вдруг Всевышний Аллах его пожалеет. То, что он пытается и так далее. И таким образом фараон погиб на дне Красного моря. И эта история нас учит самое главное. К тому, что перед смертью ничего уже не принимается. Все, что делается, делается именно при жизни. Перед смертью человек и покаяние тоже не принимается уже. Это очень важный момент. И когда море закрылось полностью, израильтяне начали сомневаться в гибели фараона. Они, к сожалению, часто так делали. Не верили своим пророкам, посланникам. Были такими упрямыми людьми, к сожалению. И по велению Всевышнего Аллаха говорят, что на первых насти морской воды появилось тело фараона. Таким образом показалось, что он погиб. И здесь связанное с гибелью фараона есть одно короническое чудо, которое вы должны знать, наши радиослушатели. Есть в такой Коране аят. Сегодня мы спасем твое тело, чтобы ты стал знаменем для тех, кто будет после тебя. Воистину, многие люди пренебрегают нашими знамениями. То есть, Всевышний Аллах говорит, что я сохраню твое тело. И представляю себе, что сегодня в Британском музее до сих пор, XXI век, хранится тело Рамзеса II, того самого фараона, который был в Пермусе, и его тело не разложилось. Вот какое есть, такое есть. Оно высушилось, при том, что никто внутренний орган не убирал. Мы знаем, что при анатомических опытах лабораторных по анатомии убирают внутренние органы, чтобы человек не разлагался. А его ничего не убирали. Вот какое есть, такое осталось, и до сих пор это тело хранится. Это знамение, такое чудо, которое подтверждает в Коране, и это тело до сих пор в этом музее есть. Вот так закончилась история фараона. Но история мусса у нас еще не завершилась, Луиза, потому что они продолжили свой путь, оказались на территории современного Шама, Палестины, Сирии. История продолжается. И более того, что мы не сказали, что они, когда уходили из Египта, забрали с собой по велению Всевышнего тело Юсуфа, который был похоронен в Ниле, реке Нил, и он завершал его тело похоронить в Шаме, где Шам является родиной его предков. Таким образом, мы продолжим историю. Муса, алейсалям, в наших рассказах, иншаллах. Иншаллах, уважаемые радиослушатели, в следующий понедельник мы поговорим о том, чем же завершится история пророка Муссы, мир ему. И напомню, что вы можете обратиться к нашему YouTube-каналу Радио Ватан для того, чтобы послушать повторы передачи «Энциклопедия пророческих историй». Я думаю, что истории всех народов, которые были свидетелями праведников, пророков, большим назиданием служат и для нас, уважаемые радиослушатели, поэтому, думаю, будет полезно. Напоминаю, что наш эксперт, старший преподаватель Дагестанского гуманитарного института Мурат Магомедович Гайдарбеков, огромное вам спасибо. А у микрофона все это время была Луиза Кабачиева. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»